итак друзья мы выходим с вами уже на финишную прямую я вас приветствую 16 видео уроке по ирзианскому языку да уже совсем скоро конец совсем скоро вы станете уже говорящими ирзианами я надеюсь если вы конечно практикуете свой ирзианский не практикуется значит надо практиковаться без практики ничего у вас не выйдет вы можете сколько угодно смотреть эти видосы но нужно практиковаться нужно говорить и значит если вам все-таки нравится этот видеокурс то пожалуйста вы можете меня поддержать финансово деньгами потому что еще раз говорю что этот курс не снимается за один день ни за одну неделю он снимает уже несколько месяцев как минимум и съемка одного такого видео составляет до 7 часов например прошлого видео снимал 7 часов чтобы было понятно это было очень много вот и вы можете поддержать мне через патреон или скинуть мне деньги на крипт кошелек ссылки будет в описании ну а мы с вами начал изучать такую тему как каузативный суффикс что это такое это когда у нас есть какое-то действие но не мы его делаем а мы заставляем кого-то сделать это дело ну давайте смотреть вот у нас есть слово не видеть а как сказать показать по реализации мы употребляем вот этот суффикс вот у нас получает слова не у тебя то есть видеть а это мы по сути делаем нашим кто-то другой увидел то есть нефть и нефть и те кто увлекается финским языком знаю что там слова не видеть будет ли как а показать будет выглядеть вот и вот это вот суффикс это вот тот самый что этот суффикс то есть эти два суффиксы это как датные суффиксы они связаны между собой в общем происхождении и давайте смотреть дальше какие еще варианты на самом деле суффикс очень важный от него очень много производится слов и следующее слово которое мы рассмотрим это правос подать а правос уронить то есть вы можете увидеть в текстах правда здесь не раньше кто-то подправил что-то это означает что кто-то что-то уронил обратите внимание пожалуйста не путайте эти два слова дальше слово знать сударь и познакомить сделать так что кто-то знал будет соответственно судал томс кстати сказать многие люди предпочитают использовать сушек русско-евзианский но надо здесь это там мина натуральная мина со словом знать если вы хотите сказать например я познаю мир там пожалуйста не говорите не надо добавлять слово познавать как бы или познать суффик сервизианский потому что если вы так сделать это будет совершенно другое значение и она не будет скажем так ну не совсем прилично скажем так и так смотрим дальше чайку демс понять понимать объяснить то сделать так что кто-то понял будет чайку демс опять же мы видим здесь на суффикс здесь на суффикс везде мы употребляем именно этот суффикс далее кортамс говорить а корталтамс это уговорить уговаривать ну и дальше в некоторых случаях появляется вообще прям очень интересные формы которые казалось бы стоять достаточно далеко друг от например карманс означает стать мы помним это слово из будущего времени с тема про будущее время что карман там я буду говорить но как бы у этого слова есть свое собственное значение означает стать так вот если мы добавляем к этому слову каузатив то у нас получается слово кармал тос означает заставить поручить приказать то есть ну давайте например и так сон кармал тоси яма эпидемия он заставил его варить суп значит мы видим сон кармал тоси яма эпидемия то есть кармал тоси он его заставил здесь даже солнце видим можно не ставить то есть яма эпидемия причем обратите внимание здесь будет окончание емия то есть не эпидемс эпидемия это очень важно запомните это рассматривая каузативный суффикс мы сталкиваемся с тем что он обычно используется для создания глаголов однократного действия но в ужасном языке есть способы как сделать глаголы многократного действия или глаголы которые длительного действия и так как же это сделать мы берем наш обычный каузативный суффикс и ставим ему суффикс который обозначает длительное действие мы его изучали в прошлых уроках ну и давай смотреть как же эта штука работает у нас есть слово распространиться рассыпаться или рассредоточиться по-рязански оно звучит как срадус и мы видим во первых что оно у нас однократное повторяю как сделать неоднократное действие распространяться по-рязански это будет слово сранимс если вам такое слово кажется забавно вы можете посмотреть предыдущие уроки там куда больше таких забавных вещей и далее как же сделать его невозвратно распространяться распространиться как сказать это не возвратной формы распространить по-рязански будет сразу опять здесь ничего нового нет но есть один очень важный момент и пожалуйста его не пугайтесь как мы помним в прошлом слайде у нас была такая картина что чайку темс темс окончательно а дальше если нам нужно было выразить каузатив мы просто добавляли к этой формы просто убирали этот инвентив и ставить там темс то есть чайку делать темс д ведь она никуда не девается а здесь с радов а здесь в днезапно теряется у нас вместе с ней играет слово сралтонс такой в рязанском языке происходит пожалуйста не пугайтесь но и досмотрим дальше у нас есть слово распространить как и сказать будет ли слово распространять по-рязански это будет сралтнемс сралтнемс понимаете да и вот суффикс соответственно вся эта форма сралтонс сралтнемс мы мы видим как слово меняется ну давайте посмотрим еще один пример тандандонс означает испугаться или пугаться тандалтонс означает испугать и тандалтнемс означает пугать ну и следующий пример пшкадемс означает обратиться пшкадемс означает обращаться и пшкадемс означает заставить попросить кого-нибудь обратиться вы меня спросите а где же и почему здесь нельзя тандалент что ли написать можно можно и здесь допустим пшкадемс можно это сказать можно ну правда так на самом деле редко кто скажет вот но в принципе рязанский язык позволяет далее есть несколько исключений как я уже говорил в начале вообще всего этого курса чем глубже ты погружаешь в рязанский язык тем меньше тебе становится понятно как раз таки тоже одиннадцати моментов у нас есть слово поладус означает продолжить поларе это продолжать от него соответственно образован но поладус это совершенно другое слово означает изменить то есть вот этому слову оно не имеет отношения но возникает вопрос как же сказать по-язански заставить кого-то продолжить тогда мы используем слово кармалтус причем кармалтус пола дому мы помним из предыдущего слайда что там был карман кармалтезе и диме то же самое здесь кармалтус пола думал или пола время обратите внимание вот ну или можно не кармалтус можно пишем здесь мы просим допустим ну и дальше следующее исключение это слово значит то на нас привык привыкнуть я не выбрали слова туналтус обучать но мы видим что это слово но все-таки достаточно отличается от этого слова хотя в принципе она можно вывести здесь не какой-то умный чудо не происходит чудо про его следующем слове мы добавляем мы делаем из туналтус туналтемс и это по идее должно означать типа обучать долго но по-язански мы совершенно другой слова начать учиться это исключение обратите на это внимание особенно то есть вот два исключения на самом деле такие исключения встречать в языке это не единственное исключение вот и вот как бы самые такие яркие из этого из этого ряда здесь итак друзья давайте теперь рассмотрим способы как образовать глагол от прилагательных вот у нас есть целый ряд прилагательных вишка маленький уадрия хороший и покш большой значит как же нам из слова маленький получить слово уменьшится то есть одно однократное и возвратное обратите внимание мы добавляем суффикс лгады давайте смотреть вишка вишкалганос вот это суффикс лгады увидим вишкалганос уменьшится ну и со словом вагрян то же самое вадрия гадос улучшится и от слова покш мы получаем слово покшоу гадос увеличится помимо этого есть еще способ как сделать глагол длительного действия но на самом деле скажу вам честно такая форма очень редко употребляется вообще в принципе в эту форму будете редко слышать то есть то есть такое слово есть но в действительности это такая форма достаточно редко все таки это у нас суффикс лгал дать смотреть вишкалганис уменьшаться в адрес улучшаться и фокшоу галерс увеличивается то есть видите она уже не однократно и она уже либо длительное либо вторящиеся не один раз несовершенного видно ну и давайте дальше посмотрим как нам получить слово уменьшить и уменьшится уменьшить сделать так чтобы оно было невозвратно тогда мы используем еще один суффикс лгал что обратите внимание здесь лгарды здесь лгал помните вы у нас с родом страниц и здесь тоже самое лганос у галерс то есть чувствуете вот этот общий черты а здесь мы просто добавляем здесь по сути мы вот здесь добавляем каузатив это каузативное окончание то есть вот это вот у нас образует форму от прилагательного к глаголу а это у нас уже собственно каузативное окончание и так смотрим от слова вишка у нас соответственно получается слово вишкалгалтос уменьшить но не уменьшать именно уменьшить далее вадрялгалтос улучшить и бакшалгалтос увеличить можем также образовать и форму длительного действия или неоднократно вишкалгалтнемс уменьшать обратите внимание здесь мы точно так же как и в прошлом слайде добавляем вот этот суффикс на длительного действия улыбка вот он вот он судик сложный такой вот здесь соответственно у нас получается вишкалгалтнемс уменьшать вандрялгалтнемс улучшать и фокшалгалтнемс это у нас умиличивать как-то так помимо того что уличных суффиксов существуют также вот такие суффиксы они имеют абсолютно то же самое значение но некоторых случаях они могут все-таки менять смысл сказанного ну вот давайте посмотрим якстерикадумс здесь как бы все обычно покраснеть то есть вы не можете приятности я к стерео гадонс мы говорим только якстерикадумс больше никак то есть от слова якстерикрасный якстерикадумс покраснеть то есть мы видим что смысл абсолютно такой же как и в предыдущей группе суффиксов соответственно краснеть долго будет якстерикадумс далее с прошлого слайда мы знаем что слово покшалгалтнемс означает увеличить так вот покшалтнемс видите покшалгалтнемс и покшалтнемс то есть казалось бы должно означать одно и то же но нет покшалтнемс означает важничать мы видим значение совершенно другое вовсе не увеличить а именно важничать ну и давайте теперь рассмотрим еще некоторые выражения которые нам в принципе попадались лаунгалтнемс это умножиться возрасти соответственно мы в предыдущем уроке рассматривали такое слово как лаунгалтнемс он вам попадался то вот лаунгалтнемс означает как вы догадаетесь догадались не догадались это означает умножить да есть и такое слово язык на языке ну и соответственно также пижалгалтнемс означает позеренеть затереметь попробуйте с остальными словами также поиграться со словом белый черный и так далее попробуйте у суффикса вот есть также еще одно очень интересное свойство она может образовывать страдательное причастие и давайте мы наконец рассмотрим как это делается значит у нас есть например слово сокомс пахать так вот если мы добавим сюда это суффикс отдельно отдельно то есть мы ничего дальше говорить не будем у нас нет просто добавим сок аут это будет сок аут мода это будет спаханная земля или пахаемая земля то же самое кандомс нести кандомт тетя означает принесенный приносимый цветок кроме того с помощью этого суффикса образуются такие слова приаут что означает президент старший начальствующий и глава и кучоут означает посол идет кучоут а слово кучомс означает послать и как вы видите арзиатский язык что спокойно может использоваться для обозначения типоматической лексики почему нет кстати когда вы будете играться с этими суффиксами лукаут и так далее обратите внимание что в некоторых случаях слова могут быть и сильно менять свое значение ну достаточно существенно скажем так вот у нас например ли слово означает горячим можно было бы подумать что сил годом означает стать горячим но нет она начались потеть разгорячиться ну как бы по смысл действительно достаточно близко но все-таки не то потому что мы не можем сказать например что у вас чай допустим сингтс мы не можем рассказать мы скажем только что человек у нас псингтс и все по-другому никак итак друзья давайте теперь рассмотрим такую архиважную тему ирзианского языка как ирзианская фразеология темы настолько важно что но чтобы вы понимали очень большое количество фразеологизм используются в языке просто очень большой и собственно тема насколько важно что я решил вам в описании прикрепить книжку ссылку на неё где описано ирзианская фразеология посмотрите ее потому что там вы найдете огромное количество выражений которые не вошли в этот обучающий курс потому что все-таки ознакомительный как-никак и собственно мы приступим к изучению нашей темы и собственно первое слово который мы изучим это мель означает разум мысль это слово помимо того что она используется во многом просто в огромном количестве фразеологизма она имеет еще очень важную роль вообще в принципе в рязанской культуре потому что ирзианские мыслители вывели триаду что такое ирзианская вселенная вот это ирзианский язык эрзиан и мель это ирзианская идея и мастер это ирзианская земля ну и давайте теперь рассмотрим некоторые примеры всем словом и так мель ваннус уважать извините я не могу это уже 5 дубль я не могу снимать серьезно значит мель ваннус уважать почитать угождать ну давайте дальше рассмотрим пример веси ваннсть милинзе все его уважали и есть у этого слова также синоним аргент но это не прям чтобы синоним основное употребление это слово имеет в данной конструкции аргент и язору что это такое этот титул значит этот титул был пожалован ирзианскому и не азору к шуман тяне перебужу после того как он сложил свои полномочия означает это аргент и не не азор следующее начать почетный не азор чем обратить внимание вот этот суффикс мы его только что рассматриваем это краски тот самый суть просто он мягкий из-за гармонии глаз почетный не азор и так смотрим дальше мель максимус означает согласиться мель пулатус означает комментировать ну давайте рассмотрим пример сонкац мель пулатекс вон видео он оставил комментарий под моим видео вот это слово мель мель пулатекс она переводится как комментарий на словом мель пулатус комментировать мель пулатекс ну и смотрим дальше слова мель путомс означает проявить внимание при лежании и мель мой стенс надоедать отбивать желание значит у этого слова есть большое количество всевозможных синонимов значит основным как бы синонимом является науксаутомс означает надоедать но помимо него есть также еще разговорная выражение очень разговорная значит она переводится она записывается так пес панис или без пачкотимс означает утомить работы ну и собственно разводим пример вот без пачкотим я устал также существует выражение монфизи то значит я устал то есть дословно как если мы будем переводить то без панис означает заболбаться если совсем брутально переводить это имеет именно такое значение далее рассматриваем не только словами является основой для фразеологизма есть и другие примеры например 7 пензалтамс смотреть в упор то есть вот так ну и соответственно давайте рассмотрим пример сон пензалтанзе сельминзе эзезэзэм он смотрел на меня в упор есть и такое выражение сельминь сябадума зависть ну и собственно давайте рассмотрим пример планку зонтанзе сельминь сябадыть означает типа ну глядя на него ну семья сябадыть типа я завидую что такое сябадус никто не объясняет я честно говоря тоже не знаю что это за слово но эта конструкция означает именно зависть завидовать ну и давайте рассмотрим еще один пример это у нас будет кейт лутамс эксплуатирует человека это вот лутамс означает драть то есть драть кожу условно соответственно вот такое выражение также есть итак друзья завершение урока давайте теперь рассмотрим такие слова которые связаны со скоростью и так капшамс спешить ириотачи скорость но это именно ловкость то есть кто-то что-то быстро делает вот это вот ириотачи а вот дальше ириотасов быстро или живо со 100 медленно вот камс остановиться лодка всем останавливаться длительное слово вот камс лодка у нас остановить далее чем спрямь болтан синдезе это означает бежать сломя голову ее звуку ползти артус ехать скакать молим снялло это означает идти пешком море укс это скорость это движение то есть вот это вот море укс я буду перемещать это вот это море укс когда мы видим у нас есть два слова для значения скорость далее курок означает скоро курок стоп означает музыка это значит быстро чем скоро потому что скоро это типа скоро что-то случится а это типа он идут скоро допустим в этом значении быстро скоро все у нас на речи обратите на это внимание ну и дальше стамбарная означает постепенно также у вас есть такую форму как стамбарки не но это уже как бы типа потихонечку то есть то же самое что и стамбарная только уменьшительно ласкательная форму ну и последнее слово это папа капша не торопляйся куда ямусь педеве ну ведь под сырель капста пулька пулька десоргался не путы птолз я вам педемга и стезару и навекаем стелезу или ямусь пик чапану лесопей и рупитцент и сэн за пидемалу вонзу монку инберзишнен роман скудо мизяка зимуя тонкудун свишняты рянга или пентнение зэн запутонга монарсин мне не рявить калпу кудут пинкныяк мне не рявить сэн запутом линбе сестая сактей панджакова ником стиле чистить кудут не его номер антиаквант ла и ласа тэк шкаду милия